Нижний Новгород Красный окол ринга приглашается из Соликамска Константин Жахтарин! Весовая категория до 71 килограмма Пермский край приглашается в красный угол Константин Шахтарин, 21-летний спортсмен из города Соликамск, чемпион мира, чемпион Европы среди молодежи, чемпион России прошлого года, чемпион мира среди мужчин. Весовая категория до 2023 года в Бангкоке победитель третьей семирных игр боевых искусств Эль-Риади в Саудовской Аравии. Ну и один из самых ярких спортсменов сборной, наверное, на данный момент. Федор Савельев и Михаил Юрьевич Степанов в его углу традиционно находятся. Готов он, настроен. Ну а это, наверное, одна из самых конкурентных весовых категорий. Там, где ожидалось, что самое большее количество заслуженных спортсменов и чемпионов мира. Присутствие именно здесь и одна из самых высоких конкуренций. 21 год, мастер спорта России по тайскому боксу, тренер Федор Савельев, чемпион мира и чемпион Европы среди молодежи, чемпион России, чемпион мира среди мужчин 2023 года, Бангкок, Таиланд, победитель третьих всемирных игр боевых искусств Эль-Риад, Саудовская Аравия. В красном углу Пермский край, город Саликамск, спортивная школа, физкультурно-оздоровительный центр и Константин Шахтарев. В синий угол приглашается его соперник из Москвы Владимир Тулаев. Ну а это представитель синего угла, город Москва, Владимир Тулаев. 24 года, кандидат мастера спорта, тренируется под руководством заслуженного тренера Станислава Макеева, одного из самых именитых, кстати, тренеров в России, именно в женском муай-тай, ну и по совместительству в прошлом сам чемпион мира и чемпион Европы. Вот так вот, здесь уже в ринге находится Владимир Тулаев, как говорится, просим любить и жаловать. Владимиру 24 года, он кандидат мастера спорта, готовится под руководством Станислава Макеева. Серебряный призер чемпионата России 23 года, бронзовый призер первенства мира Бангкок-Таиланд, чемпион Европы 23 года Анталия-Турция в весовой категории 71 килограмм. В синем углу Москва, Московское городское физкультурно-спортивное общество Владимир Тулаев. Пожили руки, слушаем команды, соблюдаем правила, удачи по углам. Ну что ж, спортмены получили заключительное наставление от рефери и, наверное, один из самых интригующих поединков сегодняшнего финала. По крайней мере, для меня, как минимум. Я думаю, для многих 71 килограмм всегда такая весовая, очень конкурентная. Это просто, да, мясорубка, как говорится. В этом году еще не приехал Илья Баланов, еще чемпион мира. Да, ну и Али Кусейнов, чемпион мира, правда, в другой весовой категории поднялся сюда. Но на стадии полуфинала проиграл. Тулаев его победил, да? Да, одержал победу. Тоже Тулаев на чемпионате России в прошлом, по-моему, победил как раз Илью Баланову. Абсолютно верно, в полуфинале тогда. А в финале встречались между собой эти два спортсмена. Ну и тогда Тулаев очень сложно дался и тому, и другому. Но победу одержал Константин Шахтарин. А Владимир Тулаев с второго номера поучаствовал в чемпионате Европы прошлого года. И одержал там, кстати, тоже победу. Чемпион мира и чемпион Европы прошлого года. Финалисты прошлого чемпионата России встречаются между собой снова. Есть шанс у Владимира Тулаева здесь взять реванш. Ну, опять же, Артем, знаешь, вот многие говорили, что это одна из самых таких сложных весовых категорий, тяжелая. А Константин Шахтарин проехался по ней, ну, надо сказать, откровенно говоря, как котом. И в первом поединке сражался очень мощно. И во втором поединке, ну, в каждом поединке он таким был очень ломинантным. Потому что он набрал очень много опыта. Да, сейчас чемпионат мира, всемирные игры выиграл. Так, на семерных играх он, наверное, одержал победу над очень сильным спортсменом из Таиланда. Причем действительно молодым, действующим тем бойцом, который часто сражается на крупных стадионах мира. И вот тогда Константин так серьезно прошел тот бой. Еще он молодой боец, все равно так еще набирает, еще есть куда расти. Плюс к этому такой очень функционально, да, функционально такой очень хорошо подготовленный, как технический, так и тактический спортсмен. Вот Улаев может удивить, когда он выиграл, или Баланова всех удивил. Вчера он в полуфинале тоже победил чемпиона мира. Олег Усейнова, да. Очень хорошо плотно бьет руками, хорошо жестко пробивает, и поэтому его удары не прочувствовать невозможно. И на прошлом чемпионате же он отправил в нокдаун Шахтарина. В первом раунде, да, Константин тогда побывал в нокдауне, но поднялся, и следующие два раунда, откровенно говоря, просто забрал. Нас ждет непредсказуемый. Полностью согласен, да. А здесь в углу секундирует Михаил Степанов. Михаил Юрьевич, конечно же, он является руководителем, доцент кафедры единоборств, Чайковской академии физической культуры и спорта. И, кстати, руководителем этой академии является мастер спорта международного класса подзюдо и зикрин Фанави. И очень хорошо поддерживают там Константина, очень хорошо относятся к его спортивной карьере. А он там уже как раз-таки студент, причем почти отличный. Как опасно, локтем, да, сейчас пролетело от Шахтарина, там, в считанных, так, сантиметров. Локтем без налокотника, спорта, и синего. И как будто услышав свои слова, рефери решил поправить и налокотник. Подсказывать приходится. Ну, да. Работа в команде, что делать? Первый раунд закончен. Посмотрим, как будет оценен первый раунд. Смотрите, ему по печени левой ногой хорошо заходит два раза по паламу. В принципе, если его прикормишь, нога в голову хорошо пойдет. Левая нога в голову хорошо пойдет. Локоть тоже с левой руки зашел. Сейчас ты дергай, не надо, просто вот, типа, так дергал. Коленка дергал, потом ударил. Сейчас, что поменять стоит. Потом, ты перед ударом дергай, понял? Ты что, дергай, не просто так откровенно. И не лети на него, что ты на него там дергаешь? Что, все? Все, раздергиваю. Дергал, да, да, да. Дергал, да, левая. Давайте попрыгать здесь. Тут много, смотри. Вторая трехминутка. Ну, и надо не забывать, что Константин Шахтарин, помимо любительской карьеры, хорошо стартанул. На турнире «Адреналин» в Челябинске. Он там просто переехал своего соперника буквально в первом раунде, отправив его в нокаут. Турнир, кстати, получился очень хорошим. В главном поединке там Хаял Джани сражался за пояс и тоже одержал победу. Второй раунд у нас. Первый. Первый отдали, да, Шахтарину. Да. Наверное, заслуженно. Заслуженно. Так, с небольшим, да, вроде, но все-таки есть преимущество было. Турнир, это не раунд, но все-таки Шахтарин был лучше. Владимир Тулаев, человек, который может ударить и в исключительном раунде. Как ты правильно говорил, это тайский бокс, и здесь может один удар кардинально поменять всю ситуацию. Тулаев также боксирует по профессионалам. Сейчас смотрел его поединки на RCC. На RCC не раз он сражался, там хорошо себя показывает. Очень опытный спортсмен. Причем, да, скажем так, достаточно молодые относительно, 21-24 года, но при этом очень опытные и по-хорошему так титулованные на мировом уровне уже. Константин начинает наращивать обороты, он так как, скажем, каток, который едет с горки, разгоняется. С каждого раунда все больше и больше ударов. Да, у нас активно. Очень внимательно следит из синего угла Данислав Макеев, тренер и наставник Владимира Тулаева. Смотрит он за состояние, смотрит за теми мелочами, которые он может, возможно, подсказать и где-то немножко помочь своему сопернику. Там удар был ближе пояса, но не специально там в такой, скажем так, боевой момент. Часто меняет стойки здесь Шантарин. Ох, какая рука на средний, да. После чего очень уверенно Шахтарин забирается. Клинч, да, конечно. Сильная сторона Шахтарина. Смотрел его четвертьфинальный пейлик, полуфинальный. Очень хороший клинч. При этом тяжело сказать, да, в каком компоненте, наверное, больше Константин может ударить где-то и с дистанции, где-то может и хорошо поработать навстречу. И очень-очень остро добавляет локти. Разносторонний спортсмен. Слушай, чемпион мира, и он должен. Чемпион всемирных игр, да. Он должен уметь делать все. Это точно. Главное не заиграться. Да, потому что... Тулаев в любой момент может... Жесткий, жесткий очень спортсмен Владикор Тулаев, обладающий хорошим ударом. Такой вылевой парень. Но пока вот заставляет все-таки здесь Шахтарин его немножко пятиться. В клинче где-то перестреливает. С дистанцией сильно в размены и не идет. Вот, если не брать тот размен, который мы посмотрели здесь на средней дистанции в середине второго раунда. Шахтарин диктует темп. Постоянно именно он является инициатором атак. Так вот, где-то немножко пережидает, может, Владимир делает ставку на вот эти мощные размашистые крюки руками. Клинч чисто забирает Шахтарин. Да. Сбирает за голову. Что-то гибает. Это опасно. Может, колено скручивать. Выстрелит. Ну и захват постоянно такой, скажем так, свой забирает постоянно все-таки Шахтарин. Вот снова такой. Захватывает и под концовку несколько опасных ударов коленями. Спортсмены расходятся на второй раунд за Шахтарин. Да? Да, такое ощущение. Сейчас покажем, конечно, судейское решение. Ну да, ощущение такое, что не торопясь, аккуратно, но второй раунд Шахтарин тоже подбирает свои руки. Показывает нам здесь угол Владимира Дулаева. Сейчас Станислав Макеев постарается за минуту объяснить спортсмену, что нужно сделать и, возможно, что нужно поменять. Ждем судейское решение. О, два раунда проиграли мы. Давай, дыши, 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 дыши. Воду мне. Дыши, 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 дыши. За второй раунд также отдали Шахтарину. Неведительный. Да, да. Мало шансов. Было активнее. С небольшим преимуществом, но каждый раунд забирает здесь Шахтарин. Понимает, это и Владимир Дулаев сейчас постарается немножко где-то обострить, попробует пойти вперед. Других вариантов нет, надо идти вперед, пытаться вынести сильный удар. Обострить, да, показать зубу под концовку. Тулаев старается работать серийно. Чувствуется, что зарядился парень. Так руки иногда и залетают у него, и до головы-то достает. И бьет плотно. Да, да, да. Этого недостаточно. Шахтарин все равно видят, где-то перекроются, удары идут из пользы. Прямолинейную такую рубку старается не вступать. Но я думаю, сделал выводы из предыдущего их поединка в финале чемпионата России прошлого года, что вот просто в открытую такую рубку идти не стоит. Тем более только на руках. Константин грамотно заходит в клинч в нужный момент. Такой хороший тайминг он показывает. Плюс при этом как бы его габариты, есть у него преимущества в росте, он этим пользуется. Ну и смотри, опять, да, так вроде территориально Шахтарин постоянно работает больше первым номером. Всегда поддавливает, снимает центр ринга, и тоже на суде влияет. Человек один у каната постоянно находится в центре ринга. Агрессор сейчас неплохо левым быковым забросил. Там была попытка скрутки отдуваемого. Тяжело так просто скрутить Шахтарин. Так, с развороту по корпусу от Константина. Умеет такие удары на сети. Перчатка была на месте, даже показал Хостин потом, что тут вот рука была, сам попав через руку справа. Часто меняет стойки. Меньше 60 секунд остается до конца этого состояния. Лайва сейчас уже пятится, будет идти вперед, пытаться довести свой удар рукой. Такая не получается. Не то, что само не получается, но и Константин к этому тоже не дает. Он все внимательно видит. Где-то лишний раз, может быть, и не рискует. Он забрал два раунда. Смысл ему сейчас, через чумо, вот этот удар локтем какой, да? Хорош. Красиво. Попал, правда, в плечо. Вон там Владимир. Но вывел за равновесие. Вывел за равновесие, где-то даже сбил с ног. Опять четко подбирает захват. Здесь три удара коленом справа. Успел пробить Шахтарин. Качественно отрабатывает вот такие вот эпизоды. Пока что и удар коленом может быть заключительным. Тем, ты как человек, который сражался со всеми сильнейшими средневесами мира. Не даст соврать. Закончит поединок. Ну, думаю, тут победа Шахтарина. Да, очевидно. Не может, да, не может вызвать сомнений. Мы дождемся в любом случае объявления чемпиона в этой весовой категории в национальном чемпионате 2024 года. И так, друзья, давайте поаплодируем спортсменам, чемпионам России по Муайта. В весовой категории до 71 килограмма стал спортсмен из красного угла Константин Шахтарин. Город Соликамск. Пермский край. Город Соликамск. 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 Продолжение следует...